Так, ну что, начали? Значит, с сегодняшним сообщением я хочу начать знакомство сообщества, ознакомление сообщества с творческим процессом Твери и его персонажами. Начну с неоднократно судимых. Первым у нас будет Лёха Закон по фамилии Глухов. Это лидер ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, очень популярный исполнитель. У него просмотров гораздо больше, чем у «Философского штурма». Ну, не гораздо, в два раза. Это только одного единственного произведения, наши иконы самые красивые. Там 980 тысяч просмотров. Ну, вот он известен, ну, я думаю, он известен и за пределами России очень хорошо. Ну, если учитывать, там у Майкла Джексона там некоторые композиции, там Даяна Рост, Шерли Бесси, 40-50 миллионов. Ну, вот Лёха – это одна сороковая Майкла Джексона. Вот он такого уровня живет у нас Твери, мой знакомый. Значит, первая судимость у него за разбой, вторая за грабеж. И хочу раскрыть смысл его произведения «Нет никакого космоса». И для того, чтобы понять, вернее, пояснить смысл, тут прослушивать его здесь надо сразу упредить и сообщить о том, что ролик «Нет никакого космоса» содержит ненормативную лексику, поэтому поосторожнее быть тем, кому меньше 18 лет, или тем, кто не хочет оскорбить свой утонченный слух. Ну, а суть его в том, что Лёха Закон утверждает, что нет никакого космоса. Вот такая вот у него декларация. И не было даже при Сталине. И не было даже при Сталине, да. И мало того, и Сталина не было. Вот, значит, для того, чтобы приблизиться к пониманию глубокого смысла произведения Лёхи Закона «Нет никакого космоса», ну, надо напомнить, что такое бытие, сущие и Декартова реальность. Вот, значит, сущие – это совокупность всего существующего. Корень принадлежит корень из двух, стол, персонаж снов, или персонажи слов, фантазии. А порождаются они бытием, двумя актами, вернее. Приходят они в состав сущих и уходят из них двумя актами. Бытием, бытия – это посев и жатва. Вот, когда бытие осуществляет посев, они здесь появляются. Когда жатва, ну, по-нашему, примитивно к людям и животным – это смерть. Вот, они изымаются из состава сущих. Вот, вот таким, вот, такая, такова совокупность всех сущих. Ну, правильно, да, есть возражения? Ну, а корень из двух-то как изымается, и как он умирает? Ну, для него, пока существует... Но вместе с человечеством оно может исчезнуть. Правильно, корень из двух? Если человечество исчезнет, то есть будет как из двух. Ну, если человечество исчезнет, то оно останется. Ну, не факт. Но, тем не менее, ну, вполне возможно, корень из двух был посеян, ну, вот, но жатва его не состоится, но и то не факт. Ну, просто сомнительно, что корень из двух сущих, в общем, проблема. По истокели это не сущие, а сущими являются столы. Ну, тогда сразу изначально затруднения возникнуть. Я корень из двух относил и персонажей с общей фантазией. Просто есть, как бы, это, есть понятие, вообще есть. Ну, с точки зрения категории, да, это того представления, который у тебя докладчик делает, это вот сущие. Это сущие. Да, вот, спасибо за вас. Это сущие. Нет, ну, если происходит двойное дело на два региона, да, бытие сущие, то корень из двух естественников не бытие сущие. Ну, и понятно... И еще, что полноценный регион нужно вводить. В данном случае мы рассматриваем то, что говорит докладчик, а не то, что... Не горит из двух. Сотель, декабрь, кто-то еще, да. Вот, ну и понятно, что... Ну, и спорят, о них договариваются, да? Нет, на самом деле корень из двух сущих, все правильно. Если это не сущие, то, что это не сущие, но сущие. Это я неправильно понимаю. Слава тебе, Господи, я его сомнился. Все правильно, все правильно. Значит, ну и понятно еще, что само по себе бытие не является сущим, а рисовать его святотатство, если это сделают, то мне Хадигер приснится, поэтому я делать этого не буду. Вот, и рассмотрим теперь реальность Декабта. Вот, это нечто намного меньше, чем совокупность всех сущих. Вы в своих роликах часто обсуждали вещь мыслящую, то есть познающего субъекта. А я вот хочу предложить на рассмотрение вещь протяженную. Ну, то есть то, что Декарта определил реальностью, это совокупность вещей протяженных, а их местилищем пространство. То есть в онтологии Декарта существуют только вещи протяженные, а их местилищем он определил пространство. Таким образом, множество всех сущих существенно превышает множество вещей протяженных. Ну, что очевидно. До Декарта человек, ну, человек, жил в окружении сущих всех. И жизнь ему была очень интересна, особенно за заходом солнца. Ну, там воображали русалок, чертей, леших. И представление о том, что жизнь в Средневековье была статичная, оно, скорее всего, ошибочно. Если бы им было скучно и неинтересно, они бы, наверное, изобрели бы телевизор. Но, тем не менее, они этого не сделали. И, живя среди сущих, получали не меньше впечатлений, чем мы сейчас, просматривая там новости или боевики, или осуществляя туристические поездки. То есть, у них жизнь была такая же насыщенная. Ну, вот, что интересно. Значит, и тут еще попутно можно попытаться, я попытаюсь предложить свой вариант осмысления, явление альпинизм. Вот, что интересно. Значит, в античности в Средневековье альпинизма не было. То есть, альпинизма как целью. Восхождение как целью. Она была... Альпинизм был, вот, например, когда Ганнибалт преодолел Альпу. Но у него выхода другого не было. И цель у него была не восхождение, и не переход через... У него цель была не восхождение, а переход через Альпу. Вот так вот. Ну, для того, чтобы попасть во Рим. Ну, вот. И альпинизм появился. Я руководствуюсь материалами в Википедии. Там за два или за три года до Великой Французской революции. Вот, официально признанная. Это дата покорения Монглана. И признан, по-моему, 1786 год. Дата покорения Монглана. И он считается годом появления альпинизма. Значит, и сразу возникает вопрос. Почему люди средневековья и античности не стремились в горы? Вот никому в голову такое не приходило задаться просто таким вопросом? Потому что он и в голову не войдет, он и в голову идет. Да, совершенно верно. И вдруг, вот, почему-то, за три года до Великой Французской революции... У них времени не было на это. Ну, вряд ли. Ну, если брать античность, то у них альпийские грибы были. На это время хватало. Да, да, да. То есть это не аргумент. Согласен. Нет, ну вот у астеков, у них отправление культа занимало там по 8 часов в день, каждый день. Ну, то есть у них время было на отправление культа. И существенно больше... То есть они больше времени отдавали отправлению культа, чем труду. То есть, по всей видимости, производительность тогдашняя и размер населения позволял иметь достаточный досуг. И тем не менее, люди смотрели с равнодушием на эти вершины. И, кстати, англичане, когда пришли шерпы, жившие у основания горы Эйрест, ну, есть она и есть, и хорошо. Но им даже в голову не приходило туда подниматься. Вот почему европейцы туда повезли. Ну, но и здесь я... Нет, да, никаких вариантов. Ни у кого. Значит, здесь нам тогда потребуется ввести... Тут тоже, наверное, спорный будет тезис. Но, тем не менее, я опираюсь в предоказательстве на антологию Александра Булдачева. То есть, темпоральная сложность редуцируется до пространственной сложности. Сейчас, исходя из событийной антологии Александра Булдачева, попробуют дать определение человеку, сущности человека. Если мы для животных видим потенциальную возможность экспансии, экспансии популяции. То есть, грубо говоря, если кот с кошкой живут в браке и верны друг другу на протяжении всей жизни в дикой природе, то в год, опять же, в той же самой дикой природе, у них рождается 4-5 котят. Ну, в среднем они живут в дикой природе 7-8 лет. Ну, не как домашние кошки. Таким образом, за время их жизни, ну, где-то у них, у этой пары, появляется 32 котенка. О, вернее, 32 особи. И в то же время мы наблюдаем сохранение относительной стабильности численности популяции всех. И из этих 32 котят, приклода, должны на замену ушедшим родителям, кошке и коту, живучим в браке и неизменяющим друг другу, прийти только двое. Ну, 30 будет просто уничтожено в юном возрасте. Ну, или в младенчестве прямо. То есть, вот здесь, вот, значит, таким образом, сущность экспансии у них потенциально у кошек. Ну, или вообще у животных. Их численность популяции, у них есть способность полностью покрыть с собой всю территорию земного шара. Вот, но в силу конкуренции с другими видами и из-за внутривидового, внутривидовой конкуренции, они эту потенцию реализовать не могут. Вот. А, значит, ну, сохраняется у них относительная стабильность численности популяции. Вот, что мы, что мы видим у человека, как вида? Как только человек стал человеком, обрел речь, ну, где-то тысяч 50 лет назад, но масса непрерывная, и как утверждал, или, может быть, даже доказал академик Капица, пошло все на экспоненциальный рост. Вот, вот если животные в живой природе, они, ну, простейшая модель лодки Вольтера, это численность популяции по ИГРИС, численность популяции хищников, вот здесь вот, а здесь численность популяции жертв. То, значит, хищники выедают популяцию жертв, вот, а жертвы плодятся, размножаются, ну, вот, как, причем с большим избытком, а и хищники поедают особей жертв. Вот, таким образом исчезают 30 из 32 вот этих гипотетических котят. Вот, и на вот этой фазовой плоскости численности популяции жертв и численность популяции хищников, численность популяции жертв, образуется вот такая вот картина. Вот, время здесь движется вот так вот. Ну, если третью координату время перпендикулярно плоскости доски, то это будет просто пружинкой. Вот, то есть это колебания вокруг некоторой точки, смещённой на пи пополам. Вот, и эта пружинка, она так и сохраняется. Вернее, вот эти вот пределы максимальные, нас интересуют только максимальные. И человек единственный вид, который преодолел вот эти вот пределы. Вот, мы вырастем экспоненциально. Кошки, слоны, бактерии, они сохраняют свою стабильность своих, своей численности на протяжении длительного времени. Ну, и там... А домашние животные вместе с нами? Ну, там, скорее всего, то же самое. Ну, по крайней мере, насколько плодовито, насколько плодовито, насколько... Вот, хочешь сказать, что есть примеры большого количества видов, которые тоже растут экспоненциально. Вот, и я сейчас приведу эти примеры. Значит, для того, чтобы бактерии заполнили собой поверхность Земли, надо пять суток. При условии наличия пищи достаточной. Это нижний предел. Это математическая биология, такой раздел математики есть и биологии. И для того, чтобы... Это самый низкий. А самый высший предел, это слоны. Там, по-моему, две с половиной тысячи лет. Вот, у слонов произойдет заполнение всего пространства, поверхности Земли, за две с половиной тысячи лет. Но этого не происходит. И единственный вид, который разорвал модель лодки Вольтера, ну, еще и Холмогорова, который ввел в численность популяции, в чьей модель, внутривидовую конкуренцию, как у жертв, так и у хищников. Вот, и единственным видом, который вырвался из этого проклятия, я считаю, то есть здесь истребление младенцев происходит. Текут реки крови просто. Ну, кому же это равновесие просто биологическое? Что? Равновесие... Ну, равновесие, не, а по ценой оно покупается. Ну, а что значит, это... С ценой и истребление младенцев. Другое равновесие так просто... Просто морализаторская позиция здесь, она неуместна, по той простой причине, что муха не является индивидуальностью. Муху съели, и муха родилась. В этом нет трагедии, она не является индивидуальностью. Да, но я так сущности человека, давайте не отвлекаться. Я сам отвлекся и зря за это... Да, 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 прицепились тут же, как море пошла. Вот, единственный вид, который разорвал вот это вот проклятие, это человек. То есть если виды любые животных, ну, на примере бактерий, которые за пять суток заполняют поверхность, и на примере слонов, которые за две с половиной тысячи лет, они реализуют экспансию свою потенциально, то человек реализовал свою сущность актуально. И человеческая популяция будущего импорального объекта в особи человеческого вида редуцировалась до сущности человека, то есть сущностью каждого человека стала экспансия. Вот такое вот есть возражение против такого определения сущности человека, вернее, доказательства. Ну, вообще-то как бы у Ниши любимая, да, это воля в классе, так сказать, он считал, или у этих, у Шопенгауэра, там, да, воля к жизни. На самом деле, сущность живого является, кстати. Нет, здесь у животных она присутствует, у популяции в целом, причем потенциально, у человека как вида она реализована актуально, и будучи реализованной такой актуально, экспансия, она редуцировалась до пространственно реализованной в каждой особи человеческого вида сущности экспансии. Ну, у человека тоже ограничитель есть. Но рождаемость снижается сейчас? Ну, пока мы наблюдаем экспоненциальный рост, ну, как у Держава... Он закончился в прошлом году. Это, кстати, очень интересно, потому что мы... Это закончился в 2006 году, вообще, Кэпице оценивал. Закончился рост, да? Ну, там на плато все выходит, вот так вот. И это, кстати, очень интересно. То есть сейчас будет набираться темпоральная сложность совсем другой парадигме у человека, если он закончился. Но пока что, и уж для средних веков античности и модерна, то есть, там, 18 века, момента появления альпинизма нас интересующего, вот. Тогда еще наблюдался экспоненциальный рост. Вот это как раз самое интересное. Вот. Таким образом, я утверждаю, что сущность человека есть экспансия, и, будучи таковой, эта экспансия нуждается в своей реализации. Причем, у каждого человека. И тут как раз вот до этого я обратил внимание на то, что, ну, для античности это не характерно. Возражение. Катим шарик, да? Шарик катит, ну, допустим, по бильярному столу. Он будет катиться до тех пор, пока не встретит препятствия. Если, допустим, это отказаться, что у него есть твение. На самом деле, любая сущность, да, она стремится, как бы, при движении достигнуть какого-то препятствия. Если у человека вот эти границы, как вы говорите, были преодолены, он ищет эти границы, может быть, сейчас находится в стадии и поиск, и против чего возражение. Ну, против того, что как бы сущность человека черта отличается от сущности любой другой вещи. Конечно. Конечно. В данном контексте отличается, потому что, вот прослушали одну вещь, у животных экспансия, сущность, видовая, популяционная, не на уровне он тоже, гадится, подожди, не на уровне препятствия. Вот, можете послушать? Можете, Все, да? У особи, у особи, животных, нет экспансии, никакой. У единичной особи, вплоть до того, что после крометания или рождения умирают, убивают, у людей. Нет, ничего. У человека, у человека, не на уровне популяция, а на уровне особи появилась экспансия. Вот человек что сказал? Да, вот я, у меня очень большое впечатление, не сущность в оси экспансии, а сущность человека. Я о человеке не говорил. Чем отличается сущность человека от сущности особи животных? Вот тем, что экспансия проявляется на уровне особи. Нет, я просто возражаю, что это является сущностью. Это проявление обыкновенного механизма к любому другому. Там, животного механизма. наверное, мы стали сущность. Скорее всего, проблема идет термологическая. Речь идет о единственной верной сущности или одной из сущностей. Это сущность человека. А вот сейчас посмотрим, насколько она... Давайте в дальнейших рассуждениях... Давайте в термологии. Ладно, давайте скорее всего... Артеристика. Она просто точно так же присуща всему сущности. Нет, не присуща всему. Можно секундочку я попробую вопрос? Мне один факт не принятен. Ну, в соответствии с тем, что мы разбираем, например, животный мир, неразумный, и человека. Но у человека меньшее стремление к экспансии биологическое. Потому что у кошки 6-8 котят, а у человека один ребенок, максимум два, очень-очень редко три. Но для русских христиан 22 ребенка это не редко. Внешние факты ограничивают экспансию кошек. Не вреди делают. То есть личностная экспансия, не популяционная, это дети. Это популяционная экспансия. Это надо ознакомиться с... Нет, почему у кошки нет личной экспансии? Нету личной нету. Она стремится котят свои... Это не личная, это пульсотная. А личная что такое? Популяционная. А личная что такое? А лично, когда пытается сам себя распространяешь больше, чем ты есть. Это принципиальные сферы. Это, например, не доказательно, что я так сказать. Я бы сказал, что человечество точно так же бессознательно распространяет себя с пульсом. Конечно. Но не каждый отдельный индивид. Может быть, и есть отдельный индивид, который себя распространяет. Это личная вещь. Я могу отближать дальше. Лично. Женя не забегает, а я ей и говорю. Потому что человек как бы как в личности он не распространяет себя как бы наружу даже на то, где популяционная экспансия невозможна. забраться на Гоу-Ман-Блан это не место там, где ты находишь кучу детишек. Там жить невозможно, не говоря о Шевересте. Точно так же как в космосе. Точно так же искусство. Все это искусство. Вся вот такая экспозиционистская деятельность она не связана как с популяционной. А кошка это понятно из дальнейших рассуждений. Здесь зафиксировать самое главное. Экспансия на уровне популяции реализована потенциально у всех животных, кроме человека. У популяции человека она реализована актуально. будучи таковой набирая темпоральную сложность она редуцировалась к пространственной сложности одной особи человека в виде его сущности экспансии. Вот такая вот формулировка. Не сущности, а аспекты. А я утверждаю, что сущности. Вот там ты состоишь в случае человека и не в этом. Ну хорошо. Может быть разные представления. Через 20 минут. Может быть разные представления сущности. А сущности чего? То у нас с вами разные представления. Может быть. Я говорю, что это бегемол. У нас разные имена, а не сущности. Я смотрю на этот стол. Я говорю, это тезис, да? Типа мы идем. Это тезис. А когда он сейчас вы слышите? Это тезис еще? Правильно? Вот, поехали. Да, поехали. То есть это тезис? Вот, таким образом началось накопление этой темпоральной сложности где-то 50 тысяч лет назад с тех пор человечество сначала медленно, а потом быстро шло, вело свою экспансию. Вот. Эта экспансия на уровне вида редуцировалась до экспансии на уровне отдельной особи. и в средние века когда люди жили ну, может быть и в античности значит, когда люди жили среди сущих они и вот здесь как раз можно тогда понять почему кажущуюся неподвижность статичность средневекового общества тогда ну, там европейский крестьянин на протяжении своей жизни не отдалялся от места своего рождения больше, чем на 30 километров ну, то есть жили люди крестового похода к ним и тем не менее крестьяне как раз и ходили даже поход к мальчикам но статичность и все население Европы вдруг так-то сместилось в сторону Палестины и вернулось назад дело не в этом просто это утверждается что не типичный крестьянин средние века не ответ любой крестьянин во все времена живет так просто у этого есть понятие крестьяне но он привязан землей своей да, это хорошее возрождение хорошее возрождение мне нечего здесь пояснить просто, да на христианх было 99,90 да, и поэтому общество было статично именно в том, что они крестьяне занимались сельским хозяйством и от коробки не могли отойти ну, да допускаю, что это так ну, вот но, значит у меня я хочу предложить другое объяснение статичности средневекового общества средневекового социума средневековый человек жил среди сущих и экспансию он осуществлял тоже среди сущих то есть он мог расти восходить в духе допустим уединившись в монастыре вот и вместе с братьями там в каждодневных молитвах изучение библии постигать бога вот в ту сторону направлял свою направлял экспансию можно вопрос здесь а сейчас мы не среди сущих живем? нет нет не я бы поправил садить что? тоже непонятно куда оно делать не вот здесь я не умею рисовать вот Алексей умеет рисовать здесь я нарисовал еще русалка вместо трансформеры сейчас трансформеры чертей вместо чертей сейчас трансформеры это вещи протяженные тут все морально воображаемые какие они воображают я имею в виду веще которых воображаемые нет они по крайней мере реализованы а русалка то не сущая не понимаешь а в чем является все что вообще да русалка это сущая я именно это утверждаю что? протяженная что ли? протяженная а чем у нас присутствует отличается да дело не в этом в чем с русалки сейчас мы тоже так же среди сущих живем но русалка нет только вместо русалки дарт вейдер не важно даже если нет дарт вейдер это вещь протяженная потому что мы его увидели на плоскости двумерной а русалка где у человека существовала это двойка корень из двух где сейчас протяженная находится ну сколько мы думаем нет там же ну не там Влад я бы пояснил на мысль так что вот экспансия если ты живешь в сущем мире среди сущих и ты можешь множить их сколько угодно тебе для того чтобы проявлять личностную экспансию не нужно практически ничего производить ты можешь производить кучу сущностей всяких не совсем послушаем я предполагаю у нас фантастика мы живем фантастическое мире да да а фантастическое мир отчисовое не живем времени вообще хорошо не бог пыла здесь есть некая разница в том что одно дело когда человек сам для себя генерит сущее сам для себя и только в себе экспансию а другое дело когда мы просто нам тот это производит фильмы искусство искусство это уже другое искусство это уже произведение пространственно определенных вещей некоторых некоторых структур они делали это зафиксировано как вопрос они зафиксированы а там для себя он производит сколько угодно то есть мы если берем одного мы рассматриваем одного человека и как он мог проявить экспансию я предполагаю что я генерирую сущих намного больше чем средневековый может быть так а пример приведите у меня воображение очень богато все стихи пишу согласно определению то что в сущие мы как жили среди сущих так среди сущих конечно живем согласно здесь не в этом может быть меньше встало в смысле генерировать для себя экспансию не пойму вот в чем реализуем экспансию вот так вернее я сейчас пока про человека средневековье говорю тогда человек средневековье осуществлял свою экспансию практически неограниченной области сущих ну и сейчас нету разницы вот и все значит вот здесь вот вот этого это онтология Декарта Декарта определил существующим только вещи протяженные это то что имеет размер а в дальнейшем это и то что можно измерить но в онтологии Декарта существует а вечность еще не существует не она существует но зато русалки бог святые чудеса Декарта изъял из своей реальности ее там нет вот их там нет ни русалок ни чертей Декарта это просто запретил попросту еще он он определил существующим только вещи протяженные а вместилищем их он определил пространство вот что сделал Декарте то есть он свел существующие к реальности то есть сущих к реальности вот сильно потеряв при этом разнообразие и полноту но как только это произошло тут самое главное не то что вещи протяженные а главное что вместилищем их определил Декарт пространство как только это случилось сужение человеческая сущность экспансия смогла реализовываться только в пространстве и больше нигде и тут как раз характерна дата появления и как раз совпадение вот мы с Игонем об этом говорили совпадение по времени восхождение на Монбан покорение его и запуск шара братьев Монгофея там разница по-моему 2-3 года почему это произошло реализуя свою сущность экспансию человек причем в пространстве которое определил Декарт к концу 18 века человечество освоило практически полностью плоскость XY то есть были нанесены очертания всех материков на карту и описаны неоткрытых крупных земель практически не осталось но сущность человеческая ну понятно уже да человеческая сущность экспансия требовала своей реализации и будучи ограниченной только пространством и освоив плоскость XY ну вот так вот то есть вот XY мы освоили нам осталось только Z и ровно в тот момент когда вот эта область стала полностью известная человеку потребовалось лезть на горы подниматься в воздух ну и здесь кстати что еще а что это логично тут еще важно что нет когда мы осваиваем часть пространства плоскость допустим да начинаем осваивать ну вообще-то космос со временем она не лучше чем там там но Лёха закон утверждает что нет никакого космоса с Деканом связано Влад вот специально я сделаю более технически чем Женя вот он когда он говорит о сущем почему он говорит об идей вот когда жил средневековый крестьянин он жил среди сущих то есть среди тех кто существует то санка существовала стол то есть их бытие было как бы в их сущности они сами были Хайдекер говорит о современном времени как о заблении бытия что сделал Декан он указал что бытие вещи бытие вещи собственно состоит в ее протяженности она поэтому вещь протяженная вещь существует не сама сама по себе как русалка или что-то а потому что она протяженная и тогда экспансия которая сводится к тому что мы постоянно осваиваем у собой бытие она может уже идти не в створении сущности потому что это бессмысленно потому что сущность Дарта Вейдера и Русалки была правильно замечена теперь после Декан стала их протяженность в каком-то смысле вот вещи вещи протяженности то есть не экономические интересы двигают людей изучать другие земли онтологию да онтологию да и потому что не потому что есть возможность а человек пишет стихи а потому что как бы антологию заставляет да получается что стремление к бытию оно таким образом получается в чем в пространственной экспансии пространство понимаемое чистое пространство не в том смысле что ведь раньше мы к бытию могли прикоснуться с того самого что перейти от ствола к стулу мы могли а теперь для нас стул и стул это одинаковые протяженные вещи поэтому мы можем быть в бытии провести свою активную вещь перейти от ствола они для нас одинаковые то и то протяженные но нам надо именно пространство как вот такой всплеск внутренний отсюда альпинизм ангельфлеер отсюда космос так а может быть просто ангельфлеер альпинизм космос просто из-за того что закончилась плоскостная экспансия это и утверждается независимо от декарта сущности и всего просто человек старается искать это присуще человека просто искать да когда я все нашел в этой комнате я иду в другую ну как кролик да кролик закончил на этом этаже и пошел на следующий предмет своего сексуального этого влечения у нас все время в поиске в плоскости нашел всех партнеров да подозрить а я упустил еще сейчас Игорь может быть это упустил еще промежутие я слишком быстро к альпинизму перешел во-первых что заставило осваивать человека эту плоскость xy сначала то есть относительно статичное общество средневековья вдруг как будто перцев зад насыпали они разбрились по всему миру там сели свои корабли и поплыли не пойми куда вот это взрыв был чем определился взрыв тем что декарт ограничил простор экспансии ограничил протяженным он ограничил декарт просто он сказал что вещь существует не потому что она протяженная протяженная то есть древние времена древние времена древние времена одиссея пожалуйста вам пожалуйста буквально а вообще это как бы смена мировоззрения смена идеологии смена онтологии смена онтологии декарт является выражительным выражением всего лишь то есть мы когда спрашиваем что такое бытье существование что такое почему ведь существует потому что она вот вещь это как бы не относится тому что мыслящие вещи точно так же существуют на этой идее подожди но у неё вещи мыслящие точно также существует и даже Бог существует у него что самое смешное которое объединяет вещь мыслящую и вещь в пространстве еще говорю у вас притянуты за уши в декарте здесь есть определенная антология которая говорит что бытие это не есть бытие все вещи мысли так давайте подумаем вот если есть потребность в экспансии монтичное время мне это нету декарта никого нет в античное время есть потребность в спасти есть потребность еще она просто реализуется потому что почему потому что есть возможность есть корабли есть это возможно движение люди двигаются пока пока не встретит препятствия как шарик кролик ролик также движется он постоянно движется в те времена до античной она была обусловлена немножко другими факторами сейчас не попытка его редуцировать построение просто хочу его очередной раз изложить вот она поэтическое построение на мой взгляд очень красивая она состоит это то что это произошла смена антологии если ты раньше говорил о том что бытие это есть бытие всего сущего целиком теперь ты бытие покоится всего лишь в протяженности не в нем целиком в протяженность что экспансия стала возможна экспансия всегда возможно в суще а поскольку тут твои существующие мысли наука ногу не двигалась никуда только просто плавали куда-то наука ерунда мы и не занимались хотя наука была почему-то и экспансия в смысле наука в смысле мыслей точно так же была дошли как хотели дойти до последних пределов понимаете мне вот прошло и так же про науку я вообще не вижу наука как определили два две сферы бытия мыслящую и протяженную и начали расширяться мысляще и наука это две разные вещи одно дело скажем мыслящий античный человек там науки нет просто вот есть некие мысли как русалка существует боги существуют античные так они все одинаково по научности наверно все превосходит многих современных научатся отдельные какие-то а социального явления науки не было ну зачем социальные явления ну тут спор начинается давайте о науке может быть я внесу как я считаю появилась наука и появился только благодаря карту как только декарт ограничил простор экспансии человека пространством тут же он на оставил для этого для этой экспансии расширение вширь это тогда это освоение и колонизация чужих программ а сейчас это туризм а в глубь пространства это наука это наука я понимаю что у вас идеи с пространством зачем все так вот притягивает за уши и туда и понятно что не будет пространство а куда чем занималась наука поскольку она занималась движением пространством чистые мысли а наука именно занимается тем что ты должен конкретно рассчитать стол я рассчитать кинуть что философии считалось в том числе вашим диктантом основание всех науки она должна была указать место всем наукам и дать ему что он и сделал введя свою антологию не ограничив и ограничивать простор экспансии вот это было до гегеля считали что но это философия была являлась и даже густер мы говорим уже в два завета точно наука сейчас наукой мы называем называем именно механика вы лично называете а вы лично называете вы лично называете у вас постоянно специфический термин сущность человека ну понятно но в общем точку зрения именно ухо мы услышали если пора вот до этого еще потребовалось повторяюсь моего мою формулу перехода потенциальной экспансии потенциально реализованной экспансии в животных актуально реализованной экспансии у вида человека то сейчас я еще раз повторю значит как только декарт ограничил простор пространством человеческой сущности вы предполагаете допускаете что кому-то это может быть интересно я про творческую творческий процесс твери и его персонажи рассказываю я отчасти опираюсь на антологию субъективной антологии оксана блогачева причем для вывода только одного единственного тезиса или не тезиса определения человеческой сущности значит еще раз повторю нас как только декарт ограничил простор человеческой экспансии пространством тут же человек стал его реализовывать вши пространство и вглубь вши это путешествие к колонизации ограбления сейчас туризм а вот и альпинизм том числе а и еще и обогащение то есть это потребляет накопление вещей протяженных как только они стали как только реальностью существующим были признаны только и исключительно вещи протяженные так возникла потребность реализовывать свою экспансию в их накоплении вот и все и еще одно направление экспансии это вглубь пространство это наука может быть еще что-то вот ну и дальше двинемся значит как только человечество освоила плоскость xy тут же его сущность вытолкнула его по оси это вверх и совпало по времени взлет шара братьев монгольфье и восхождение на манглан а погружение в глубины ну и до этого даем ну там при леонардо до первых по моему леонардо это недостоверно конечно но тем не менее мы рисуем давайте получается что аналогически не соответствует реальность еще глубину я могу сказать что как раз представляние погружение глубинах она как раз и было на ближайшее восемнадцать девятнадцатых веках технически сложнее она просто была была не знаменит и означает мой тезис что есть препятствия они не смогли пойти в заново препятствия тогда и появилась здесь нету мысли не вверх они пошли только потому что простор перестал простор для экспансии исчез на плоскости икс игре я повторяю что дневники этого леонарда линча как раз бы на один рубеже восемнадцатого девятнадцатого века как раз в этот период я была скопа подводная лодка и колокол и что тебя значит почему мы видим такой взрыв успеха мы с моей точки зрения вернее не успеха интенсивную деятельность зримую начиная вот как раз декарта как только но я там сведение существующего и бытия к вещам потяжённым а вместе имели определение их вместилищем только пространство резко сузило обзор и человек своей экспансии смог сконцентрироваться только на одном то есть свернуть вот до этого экспансия сущность человека экспансия была обращена вот на огромную плоскость на это на область сущих то здесь все вся эта экспансия все силы жизни кровь под насилие были сконцентрированы вот на такой вот коротенькой мам очень маленькой области и ничего удивительного что мы имеем огромный успех капитализм благодаря этому пространство это область которым существуют вещи протяжённые вот только благодаря концентрации но это как линза концентрирующая солнечный свет и детские развлечения там выжечь на лавочке матерное слово наверно лёха закона тоже любил и здесь примерно то же самое же не имеет законка это следующий шаг это следующий шаг почему появился лёха закон вернее его произведения нет никакого космоса дальше его следующее программное просто произведение убивай космонавтов ну значит а его произведение нет никакого космоса это марка манифест недовольство декартом и ограниченностью пространство то есть по сути но там стоит его просто послушать сейчас если каждый это сделает индивидуально то никаких проблем у администраторов youtube канала философских штурм не будет а если сейчас вставить этот ролик то за два просмотра да вот игорь перед этим говорил могут запретить средства массовой информации канал youtube на философских штурм поэтому я предлагаю всем кто это будет смотреть на ютубе а присутствующим здесь посмотреть после завершения оба этих клипа нет никакого космоса сначала а потом убивай космонавтов там по сути значит выбивай космонавтах лёха закон дает способ преодоления декартовой парадигмы развития то есть реализации экспансии только в пространстве ну а в нет никакого космоса лёха закон протестует против ограниченности простора человеческой экспансии декартовом пространства только и всего пожалуй еще сейчас сделать перерыв смотрите то ли потом может быть и обсудить там было тут будет огромное количество возражений удалось так и сделаем здесь слабые места я понимаю какие средние века были относительно стабильными то есть никуда ничего не расширялся а вот стояна на соотечественном простисти как и пространство огромное огромное перейсо ну действительно вот если честно я в философии не забираюсь да я практик декарт никак не мог повлиять на наличие или отсутствие сущего он мог декларировать только если я сейчас декларирую что все сущее это вот этот стол и все от этого ничего не изменится с этим должны согласиться остальные уровне парадигмы это принимают 99 целых девяносто девять тысячных не слышали тогда не принимали до этого не послушал как ты как раз и когда антологии оди к визу и на воду смена антологии это сведение существующего много и как то что существующего сущая он выразил вы идею Мы же всегда, когда говорим про философию, про искусство, тоже понимаем, что не произведение искусства повлияло на человечество, а оно выразило некую сущность, которую можно было воспринять. Ну что, идем с вами слушать.